До празднования 40-летия города остается ровно один месяц, и подготовка к нему выходит на финишную прямую. В праздничные дни жителей и гостей ждет более ста мероприятий. «Муравленко – город моего сердца. Горжусь прошлым и будущим. Создан быть твоим». Это праздничные слоганы долгожданного события – празднование 40-летия со дня основания города. Уже в первые сентябрьские дни муравленковцы и гости станут участниками множества культурных мероприятий. К дню города мы подготовили большую, обширную, очень сильно классную, крутую программу, где смогут развлекаться и самые маленькие, и совсем большие. Наша главная задача стояла так, чтобы все жители города смогли найти себе место для праздника, для веселья и для радости. Вообще вся неделя до самих праздников, до выходных, она будет очень фестивальна, где будет много спортивного, образовательного и культурного. Традиционная таежная симфония пройдет в парке культуры и отдыха. Тема конкурсных инсталляций этого года – ожившие полотна, созданные по мотивам картин известных русских художников. Фестиваль пройдет в форме театрализованных постановок. Кстати, заявки от желающих поучаствовать еще принимают до середины августа. На таежную симфонию, которая в этом году станет совсем особенной, потому что мы немножко изменили формат, добавили некоторые изюминки. И раскрывать всех карт пока мы не будем, но в целом мы приглашаем всех жителей города и поучаствовать, и посмотреть обязательно, потому что это будет очень классно и круто. Заявочки, конечно, можно получить у нас в централизованной клубной системе, позвонить по известным всем телефонам. Мы всем поможем, расскажем, как нужно все это сделать, поможем организоваться, поможем провестись. И в целом мы ждем вас всех. Жители города продемонстрируют свои достижения и укрепят командный дух на параде трудовых коллективов. На летнем стадионе посмотрят кино под открытым небом и большое театрализованное представление. И, конечно же, концерт приглашенных артистов. Кто поздравит Муравленко с юбилеем, пока секрет. Любителей спортивных состязаний в праздничные дни тоже ждет много сюрпризов. Ко дню города мы планируем проведение соревнований по пинболу. Это, как обычно, у нас проходит. И лазертак. Лазертак в этом году у нас будет обновленный. Абсолютно новое оборудование будет максимально интересно. Подобранная экипировка под любые варианты икры. Рассматривается также возможность сценариев определенных. Там уже на месте люди смогут определиться, по каким сценариям они будут играть. А чтобы день города стал еще более ярким и красочным, улицы и городские объекты преображаются. Еще в начале лета были высажены всевозможные цветы, обочины дорог украсили кашпо, а на территории Олимпа уже появились флажки и другая праздничная атрибутика. Были выполнены работы по замене существующей, установке новых баннерных изображений на фасадах жилых домов. Также были установлены праздничные консоли на опорах освещения по улицам Губкина, улица Ленина, школьная. Установлены малоархитектурные формы, такие как информационные стенды на сквере молодежном. В этом году день города пройдет с особым размахом. Всего запланировано более ста мероприятий и муравленковцы в предвкушении масштабного праздника. «Концерту хочется, если честно, какого-нибудь артиста». «Хочется, наверное, приезда хороших артистов. Это у нас в планах у молодежи. Мы поддерживаем молодежь. Что еще? Интересные программы, у нас программы всегда интересные». «Это юбилей. Я надеюсь, что погода будет хорошей. Салют хочу увидеть. И концерт, какие-нибудь звезды, чтобы приехали. Хороший, чтобы концерт был». Следить за афишей мероприятий, чтобы не пропустить все самое интересное, можно в социальных сетях учреждений культуры нашего города. Татьяна Максимова, Антон Иванов, Руслан Шиньязов. Новости Муравленко.